мы продолжаем изучать самую важную вообще тему которая которая если ее понять изучить и применить она создает невероятное качество жизни значит и эта тема создает невероятное качество жизни и за все можно благодарить то есть тогда получается ты пока попадаешь в рай уже в этом мире представляете какой кайф кто же чувствует себя в рай в этом мире я очень вас кстати прошу очень сильно вас прошу дорогие друзья ответить на анкету я разместил телеграм-канале и в фейсбуке я уже разместил анкету для участников наших занятий что вот вы участвуете занять мне очень интересно понять как на вас влияет этот цикл уроков благодарность если он у вас влияет так же как на меня она меня влияет очень позитивно невероятно позитивно то я бы хотел конечно увеличить это позитивное влияние потому что все что я делаю на вайкра и все что мы делаем и вообще смысл платформы вайкра это создать огромное позитивное влияние на мир в котором в котором мы хотим приблизить вайкрайта и возвал максимальное количество людей к прям присоединить ко всевышнему вайкрайта возвал всевышний через мушарабейна сейчас всевышний взывает каждому из нас через все что происходит вокруг то есть вот каждое событие не только уроки торы вообще абсолютно каждое событие которое происходит с каждым из нас это всевышний к нам обращается он говорит пробудись вообще то есть подними глаза к небу да станем вообще пробудись ты же человек у тебя по образу бога создан у тебя божественная душа внутри и вот мы пытаемся пробудить вот эту вот божественную душу в максимальном количестве людей чтобы в мире было хорошо жить то есть в принципе смысл жизни человека это в переходе в развитии в течение жизни знаете как вот чека рождается он же вначале этом зародыш потом он маленький такой человечек выходит из живота потом он вырастает учиться разговаривать ну что это конец жизни что ли дальше только есть пить и и я не знаю платить мошканту ипотеку там и так далее и смотреть новости что там в мире происходит было бы глупо то есть как-то не нелогично значит получается в течение жизни у человека тоже есть возможность развиваться и когда человек уходит из этого мира то как раз начинается уже следующий этап игры следующий уровень игры который называется рай рай потом будет там следующий этап называется улама ба грядущий мир и так далее все так как бы уже следующие этапы развития там тоже продолжается развитие то есть все мироздание это развитие это переход из одного качества в другое но опять же есть процесс развития а есть процесс разрушения и весь вопрос том ты ты по какой едешь векте в метро да или ты развиваешься или ты вверх едешь в духовный мир или же ты пропадаешь и вот значит вся тора все заповеди все молитвы все это инструменты для приближения ко всевышнему и за все годы что я изучаю тору благодарны всевышнему я считаю это самый мощный инструмент который оказывает самое большое влияние на на жизнь человека в этом мире и на развитие его души поэтому поэтому ответьте пожалуйста на вопросы в антете очень интересно в что с вами произошло за 40 уроков особенно те которые учатся с самого начала и если действительно такое влияние на позитивно не только на меня но и на вас тоже то у меня много же есть проектов есть проект например бот благодарности начали есть проект я говорю сейчас только права и кро издания коэли сейчас мы делаем уникальный проект мы начали один из самых известных преподавателей в рита в израиле он по книге мишли мы договорились мы возьмем первую главу он сделает курсы в рита по причам царя соломона то есть мы берем первую главу и отрывок отрывок он объясняет каждое слово но очень круто объясняет и чек заодно изучает притчи царя соломона на на оригинале как и говорил царь соломон и за одну главу он может выучить иврит на достаточной степени чтобы дальше уже изучать самостоятельно очень такой нас сильный проект мы придумали так чему я говорю я не успеваю всем заниматься это только ваигра поэтому я хочу выбрать какой-то главный проект и вот вы мне если заполнив анкету вы поможете определиться какой из этих проектов главное чтобы именно в него уделить внимание и можете очень сильно помочь в любом проекте то есть то там где всевышний вам дает что-то тут же надо отдавать другим людям то что он вам дает стать проводником не закрывать на себе не замыкать в этом и смысл свежим вам дает благословение а вы это благословение проводите сразу же распространяете и тогда опа но все дальше через вас идет а если вы на себе замкнули всевышний говорит не дам через другого и так сорок первая глава сорок первый урок вернее по книге сад благодарности говорит нам раф шаломаруш он говорит смотрите вот все что мы делаем благодарность индивидуальная это привести маша то есть это не просто что ты сам благодарны всевышнему ты вдруг начал замечать сколько всевышний для тебя делает вдруг ты начал благодарить друг ты начал понимать что все что у тебя есть это подарок от всевышнего и у тебя в жизни улучшилось и прямо ты летаешь да он говорит это не просто ты летаешь это говорит ты приводишь избавление в мир потому что написано в пророке и шаяу что когда когда придет машина когда придет избавление во весь мир когда полна будет земля знания бога как полна море водами и шаяу это 11 глава 9 отрывок не помню как и тмале арыц да это первое по моему так она на вреде звучит наполнится земля знанием да да познанием всевышнего и как полна полнена море водами не помню как это звучит у и шаяу в оригинале в общем все будут знать что это значит все будут знать что всевышний благ и нет никакого зла в мире значит поэтому путь который можно достичь постижения блага всевышнего приведет к общему избавлению то есть весь мир улучшится представляете вот например яков шатадин он будет целый день благодарить всевышнего спасибо тебе за то за это и за то и за это и так спасибо и здесь спасибо все иду значит он такое в этом он в какой-то момент соединяется со всевышним через вот это вот благодарность он со всевышним просто соединяется в одно целое и через него давай начинает свет идти на всех окружающих через якова шатадина и все окружающие тоже они понимают вот этого добро всевышнего и тут в мире как раз срабатывает вот этот предохранитель написано что избавление наступит то есть есть мире например какой-то вот как работает у меня вогреватель в комнате значит есть температура если опускается температура ниже этой границы то включается обогрев теперь если поднимается выше какой-то границы то обогрев и включается теперь в мире есть определенное количество духовной энергии, добра, вот этой духовной энергии связи со Всевышним. То есть, Всевышний это божественный свет, который создал мироздание. И он уплотняется, уплотняется, уплотняется. И в этом мире мы как бы думаем это книга. А это не книга, это проявление Всевышнего. Это там мы смотрим человек, а это не человек, это проявление Всевышнего. Но оно уже уплотненное, оно очень уже спрессованное такое, переработанное и уплотненное. Но когда человек он соединяется со Всевышним через благодарность, то он присоединяется к очень высоким уровням постижения Всевышнего, то есть к свету-свету такому, прям настоящему, божественному свету. И когда, чем больше будет людей присоединенных к этому свету, добро, любовь, называют этот свет, это все проявление этого света, то он переходит от человека к человеку, активация такая происходит. И что в какой-то момент, когда будет много таких активированных людей, то температура духовного света в мире, в нашем материальном мире, она поднимется. Представляете, когда вокруг все добрые, сияют, спасибо, пожалуйста, как вам помочь? Да, мне не надо, давай я тебе помогу, все отлично. Знаете, все такие добрые, хорошие. В этот момент Всевышний говорит, все, значит, в этот день будет Бог и имя его едины, то есть все постигнут Всевышнего, и мир поднимется на следующий уровень. Теперь дальше он говорит следующую вещь, дальше он говорит следующую вещь, что это то, что касается общественного, да, спасения и избавления. Все будут знать Всевышнего, все будут знать, что Он благо и благотворящий, и все будут лишь благодарить, и тогда Всевышний будет един, и раскроет сознание, и не будет зла, и не будет недостатков, и не будет изгнания. Теперь, дальше он приводит из Талмуда, из трактата Сан-Эдрин. В Талмуде задается вопрос, что Раби Юшуа Бен-Леви спрашивает Машеха, Мессию, как-то он с ним встретился. И, то есть, по Торе в каждом поколении есть вот этот Машех, Мессия, потомок царя Давида, он есть в каждом поколении, но из-за грехов поколения он не раскрывается, у него не хватает силы раскрыться. Он как цветок такой, который только когда будет много света, он только тогда сможет раскрыться и все его узнают. Но если божественной энергии не хватает у мира, то он, оп, и уже другой, уже другой, уже другой. И так из поколения поколения идут потомки царя Давида. И вот Раби Юшуа Бен-Леви, он встретил как-то Машеха того поколения, и он ему говорит, когда ты придешь? А тот ему отвечает, сегодня. Сегодня. Ну, Раби Юшуа Бен-Леви ждал, 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 он не пришел. Машех не раскрылся, да? Встретил он Илья Уан-Ави и спрашивает Илья Уан-Ави, как так? Он же мне сказал сегодня. Почему он не пришел? Мне Машех лично сказал, что он сегодня раскроется, сегодня придет. Ответил ему Илья Уан-Ави. Он тебе сказал, отрывок седьмой из псалмов, 95-й псалом, псалмы царя Давида, 95-й псалом, седьмой отрывок, начинается со слова сегодня. Если бы вы послушались голоса Бога, так это сказал царь Давид, этот отрывок начинается. Айом, им кишмау, сегодня, если вы услышите голос Бога, так тогда он и придет. Он ему сказал, я готов сегодня, сейчас, сию секунду, но вы же не слушаете голоса Бога, вы же в мире-то не готовы. Ну что, придуя, это есть известная история, как один, значит, подошел к Робинсону, это Робинсон Зильбер, сын Робинска Казильбера. Ему говорит, Робинсон, мне раскрываться? Ну, Робинсон ему говорит, в смысле, что вы имеете в виду? Он говорит, ну вы-то знаете, что я Машеах, мне раскрываться? Робинсон ему говорит, а врачи что говорят? Он говорит, ну что вы, врачи не знаете, говорят, что у меня галлюцинация какие-то. Робинсон говорит, в шелхонорухе написано, врачей надо слушаться. Ну, в законах написано, врачей надо слушаться, поэтому, говорит, если врачи говорят, что галлюцинация, значит галлюцинация. Так он ему ответил. Но есть много людей, которые, может они не раскрытые Машиахи, может быть они, у них галлюцинации, но мир не готов пока к Машиаху, да, то есть то, что он не пришел, доказывает, что еще не время, Всевышний еще не наступил тот момент, когда мир готов к этому. Так он ему ответил. Не может человек постигать какие-то высочайшие духовные вибрации, находясь в этом теле, если он не готов. Это как пустить электричество очень высокой мощности, но в сеть, которая не готова. То есть эту мощность можно пускать, а проводник не готов. И проводник сгорает, вылетают пробки, все. То же самое, значит, Бога мы не можем услышать. Мы не готовы пока к соединению со Всевышним, вот с тем светом, который не спрессованный и не преобразованный. Мы можем вот так книжку читать, и то на русском языке. Почему нельзя учить кабалу? Вот я объяснял на странице ВАИКРА в Фейсбуке, нет, в Инстаграме у нас есть, да, записал короткое видео, меня спросил один мой хороший знакомый, как, можно ли мне учить кабалу? А он вообще еще ничего не соблюдает, практически нет, но вот он хочет сразу кабалучить. То есть, когда человек начинает даже кабалучить, то у него, он съезжает с катушек, то есть у него мозг может разрушиться. То есть человек, который, как человек сходит с ума, у него внутри, как метафорически объяснил другой мой знакомый, он говорит, у него проводки отходят внутри. То есть у него есть некая модель мира, которая каким-то образом годами сформировалась. И он в этой модели мира привык находиться. И тут у него вдруг появляется там целое раскрытие какого-то света, какая-то там масса берешит, как Бог сотворял мир, как Бог управляет миром. И у него и сносит систему. Поэтому нельзя учить кабалу просто так. Теперь... Так как же нам сказал тогда царь Давид в псалмах? Слушайте голос его. Машар придет, когда мы услышим голос его. Отвечает нам Рав Шалумарош. Сегодня, если бы вы послушали из голоса его, это голос праведников. Голос праведников, который вот... Я, например, стал религиозным по-настоящему человеком, когда познакомился с Равыцкаком Зильбером. Он был праведник, он всю жизнь посвятил Всевышнему. У него не было его я, его эго. Он знал всю Тору. И он настолько был соединен со Всевышним, что через него он был как Wi-Fi такой, да? Он был как распространитель этого света. И когда ты попадаешь под этот свет, тебе становится все ясно. То есть у тебя нет сомнений. Ну, наступает такое какое-то вот внутреннее ощущение, знание о том, что есть Бог, есть Творец Мироздания, что Тора это истина. То есть оно каким-то образом вот ясно тебе становится, да? Он говорит, слушайте, сегодня, если бы вы послушали из голоса его, он говорит, если бы вы послушали голоса праведников. И тогда в этот момент бы пришел Машех. Теперь и дальше он приводит очень практическую для нас советность. Сегодня вот мы закончим этот 41-й урок. Он говорит, смотрите. Много лет назад он пишет про себя. Я влез в большие долги, и благодаря этим долгам была написана книга «Сад благодарности». Написана книга, благодаря которой тысячи людей получают спасение и поддержку. Разве это плохо? Это прекрасно. И значит нет зла в мире. И дальше он говорит такую вещь. В то время я еще не знал того, что знаю сейчас. И каждый день проводил по часу в особой уединенной молитве. И просил Всевышнего благословенному. Владыка мира, покажи мне тот грех, из-за которого я запутался в долгах. Он говорит, эту книгу я потом написал. А он говорит, а тут у меня долги, все в жизни не складывается, все. Я прошу, покажи мне тот грех, за который мне пришли вот эти вот. И он говорит, я час каждый день в поле, в лесу разговаривал со Всевышним и просил. Это уединенная молитва. Теперь оказавшись, он говорит, в подобной ситуации, я весь этот час лишь благодарил бы его за свои долги. И лишь в конце молитвы говорил бы, покажи мне этот грех, и тут же понимал бы в чем дело. Ведь если человек долго благодарит, он потом, наверное, понимает, в чем ему следует раскаяться. Ему не нужно целый час спрашивать, в чем мой грех. После многих благодарений перед ним раскрываются все врата. Как сказано, придите во врата его с благодарностью. Благодарность открывает все врата. Это вот очень важная концовка, которая, ну, я, во всяком случае, очень люблю практику, а не теорию. То есть, он говорит, если ты просишь Всевышнего, просишь, просишь, осознаешь, что все в тебе, что все даже к лучшему. Но ты просишь, чтобы он открыл тебе, то ты в каком состоянии находишься? Тебе не хватает? Тебе плохо? Тебе нехорошо? Ты, то есть, ты находишься в очень низком духовном состоянии. Если ты час этот же благодаришь Всевышнего и благодаришь его за, даже за то, что это произошло, то, что тебе плохо. Но ты благодаришь, как одна женщина уже заполнила антету. Я прочитал с радостью, всего вчера 10 человек заполнили антету. Но одна женщина, участница уроков, пишет, что, я, говорит, со мной такое чудо произошло. В прошлый раз я болела коронавирусом 21 день. И так мучилась, мучилась вообще. Сейчас я заболела. И я вместо того, чтобы мучиться, страдать и так далее, я благодарила Всевышнего. У меня 40 температур, я благодарю. У меня трусит все, я благодарю Всевышнего. Три дня болезнь исчезла. То есть, это вот конкретно, как работает благодарность. То есть, ты можешь болеть и страдать, и ухудшать свое состояние. И мучать всех вокруг себя, и вообще разбить свой иммунитет, и все. Или ты можешь болеть, тело болеет, то есть, вирус есть. Но ты благодаришь Всевышнего, спасибо тебе за то, что ты дал мне эту болезнь. Я знаю, что ты хочешь только добра для меня. Что у твоей только все, к лучшему, все, что ты делаешь. Я верю всем сердцем, что ты это делаешь только для моего добра. И что-то открывается в этот момент. Что открывается, в каждом случае Всевышний откроет. Мы не знаем. Мы можем только верить. И если мы мучаемся и страдаем, мы верим, что все плохо. И по вере каждому воздается. Если мы радуемся, благодарим. И верим, что все будет хорошо, по вере каждому воздается. Все понятно. И сейчас 41-й совет в этой книге. Он, вот раньше бы, я бы его, честно говоря, не то что не понял. Да, можно сказать, не понял бы. Значит, а сейчас понимаю, и очень он сильный, но тут важно одно дополнение. Очень важно дополнение. Значит, говорит нам Раф Зелек Плистин. Он говорит такую вещь. Благодарите за то, что кто-то показывает вам на ваши ошибки и недостатки. Фолдс. Фолдс это, ну, ошибки какие-то, да. Фолдс, неудачи. Он говорит, благодарите за это. Он говорит, смотрите, если взять чистой логикой, то человек, которому указывают на его ошибки, какие-то недостатки и так далее, он должен за это благодарить. Потому что благодаря этому он может исправляться. И, в принципе, эта мысль логичная. И он ее доказывает, что да, действительно, вот представьте, что вы где-то оказались, вы не знаете, как попасть в другое место, вы пошли не туда. Вам кто-то сказал, что ты пошел не туда, и ты пошел туда. То есть, тебе, как бы, ты должен за это благодарить. Логично, он тебе помог. Но в жизни, я честно скажу, что я пытался раньше благодарить, когда меня критиковали и так далее. Но мне всегда было это тяжело. Очень было тяжело. И это было вот сто процентов неискренне. Потому что это было очень больно. Когда человека критикуют, когда его указывают ему на ошибки, то, естественно, он чувствует, что к нему... Ну, тут же есть вопрос, с каким намерением это делают. В основном люди так критикуют не с намерением тебе помочь. Они критикуют с намерением показать, что он лучше тебя. С намерением показать, что ты какой-то неполноценный и так далее. И очень тяжело, это очень высокий уровень, за это благодарить. Но, вот сейчас, после того, как мы уже 40 уроков изучили, сейчас это 41 урок, я могу сказать, что если человек, он благодарит постоянно Всевышнего, вот в течение дня, вот у него 90% времени, он проводит благодарности. Спасибо, 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 классно, Всевышний, ты так меня любишь, ты все хорошо, ты мне там помог, здесь помог. Все мои прошлые ошибки, это было для того, чтобы я сегодня осознал вот эту тему благодарности. Спасибо тебе за то, за это, что я не родился тысячи лет назад, что я не там, не там, не здесь, не тут. То есть, если человек перестроил действительно свое мышление на благодарность, он создает у себя такую подушку уверенности, такую подушку внутреннего удовлетворения собой, своей жизнью, Всевышним, его отношением Всевышнего к себе, что в этот момент, если кто-то действительно его начинает критиковать даже самыми плохими намерениями, то у него уже на автоматизме он благодарит Всевышнего за то, что получает этот знак-сигнал, и этот сигнал его уже не ранит, то есть он создает себе такой иммунитет, в котором ему будет хорошо. Пример, вот сейчас в Израиле начались дожди, сегодня первый день, такие сильные дожди. Я последнее время, последний месяц обливался все время холодной водой, и сегодня, думаю, дождь, раньше я там одевался, все, сегодня пошел так же в футболке, как и вчера, когда было солнце, и мне не было холодно. То есть вопрос, или ты готов к критике, или не готов. На первом этапе, если человек не создал вот эту свою внутреннюю силу и уверенность, ему он сломается, то есть чисто психологически критика действительно для большинства людей очень-очень больная вещь, но если эта критика ложится на благодарность, с которой ты себя просто уже напитал, пропитал и усилил, то тогда действительно критика может вам помочь. Ну, то есть тогда ты можешь ее спокойно воспринять, как сигнал от Всевышнего к улучшению. Да. Хорошо, друзья, вот сегодня мы тоже хорошо получили 43-й урок, 41-й урок. Пожалуйста, заполните анкету. Мне очень важно понять, насколько эта тема действительно, она такая яркая, нужная и полезная. Значит, я сейчас прямо в Телеграме размещу еще раз эту анкету. В Фейсбуке есть эта анкета. В Ютубе тоже, те, кто смотрят в Ютубе, нас, слава Богу, уже 50 человек смотрят в Ютубе, 56 человек в Телеграме, 80 человек в, наоборот, 80 в Телеграме и 56 в, не-не, 80 в Фейсбуке и 56. В общем, всего нас смотрит уже намного больше, чем 200 человек. И с Божьей помощью давайте посмотрим, будем ли мы дальше, то есть развивать проект благодарности. Мне кажется, что это будет невероятно мощное влияние на мир, позитивно, если правильно его, издать книгу, сделать такие классные уроки, бот благодарности. Но это такой труд, и мне нужно понять, нужен ли это, ну, действительно, мне нужен сигнал. Как вы выбрали книгу, сейчас мне нужно понять, насколько этот проект оказывает вот такое волшебное воздействие. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью завтра встречаемся. Спасибо вам за то, что вы на уроке. Спасибо вам за то, что вы благодарите за урок. Спасибо, что вы заполните анкету. Спасибо Всевышнему, что Он дает нам благополучие и радость. Спасибо Всевышнему, что Он восполняет все, что нам необходимо. Каждому из нас и в заслугу благодарности мы к Нему приближаемся, а Он нам восполняет все необходимое. Очень рад видеть Анжелику Разводовскую. Привет Сергею. И удачи, всем успехов. Спасибо. Счастливо. Спасибо. И удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.